МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Центральной частью информационной повестки по республике на прошедшую неделю была история с итальянской забастовкой ишимбайских медиков и вообще вокруг медицинской проблемы. Ковидная пандемия выявила столько недостатков системы здравоохранения в Башкирии, что не говорить об этом и не беспокоиться об этом нельзя. Для начала давайте восстановим хронологию прошлой недели, в каком порядке развивались события вокруг ишимбайской центральной районы больницы. Началось все с того, что троих сотрудников службы скорой помощи уволили с работы по совершенно надуманным причинам, предлогам. Я говорю о Равиле Разяпове, Вере Высогорец и Альбиле Абдрахмановой. Вот эту троицу увольняют, причем по самым таким смешным причинам. Ну, например, Рамилю Разяпову вменили то, что он не взял с собой стационарный дефибриллятор, а взял с собой переносной дефибриллятор на выезд к больному. Оставшихся девушек уволили каким-то таким совершенно изуидским способом, отправив им уведомление о том, что им нужно выйти на работу в выходной по почте России. Ну, письмо, понятное дело, шло три или четыре дня, но сразу же на следующий день их уволили после того, как бросили письмо в ящик. Ну, в общем, это сразу же стало известно широкой общественности. Буквально в среду 9 февраля трое медиков Ишимбайской больницы добровольно покидают свою работу, пишут заявление об увольнении. Причем объясняют это тем, что работать стало абсолютно невыносимо. Это дословная цитата. Ишимбай стремительно теряет количество медицинских работников на душу населения. Понятное дело, местный похоронный бизнес аплодирует стоя. В общем, ситуация накаляется. На следующий день оставшиеся врачи Ишимбайской ЦРБ записывают новое видео, обращаясь к Хабирову, фактически ставят ему ультиматум, заявляя о том, что они тоже уволятся, если их коллег не вернут на рабочие места и не восстановят в правах. То есть уже очевидным образом назревает бунт. Ближе к вечеру четверга приходит неожиданная помощь. Честно говоря, ни я, никто другой этого не ожидал. Прокуратура и государственная трудовая инспекция, экстренно и срочно проверив ситуацию вокруг медиков Ишимбая, приходят к выводу, что увольнение вот этой троицы было абсолютно незаконным, что они имеют право восстановиться на работе. Кроме всего прочего, прокуратура обнаруживает массу грубых и серьезных нарушений и трудового законодательства, и условий труда, и условий оплаты в Ишимбайской больнице. И об этом извещается главврач этой Ишимбайской больницы с требованием устранить эти недостатки. Ну, честно говоря, это было очень неожиданно. После вот этого неожиданного демарша прокуратуры и гострудоинспекция уже в пятницу Минздрав Республики Башкортостан принимает, на мой взгляд, абсолютно гордеевое решение. И, как говорится, ни нашим, ни вашим отморозим уши на зло бабушке внезапно принимает решение о том, чтобы вообще упразднить службу скорой помощи в Ишимбайской центральной больнице и создать некую межрайонную станцию скорой помощи, которая будет обслуживать и стерилетамак, и Ишимбай. Автоматически при этом все сотрудники Ишимбайской скорой помощи формально увольняются с дальнейшим трудоустройством куда-нибудь. Ну, вот этот шаг, конечно, на мой взгляд, абсолютно идиотизм. Давайте называть вещи своими венами, потому что, ну, вот так нельзя. То есть, до последнего, обделавшись уже совсем, сидя в собственном дерьме, они все равно настаивают на своей правоте. Вот я не буду здесь действительно выбирать выражение, потому что это на самом деле так. Что мы имеем в оконцовке вот этой истории, если она еще закончилась? Мы имеем то, что город Ишимбай, по сути, остался уже и без четырех вот этих ржавых уазиков и недоукомплектованных экипажей. Я не знаю, насколько эффективнее будет работать вот эта межрайонная станция скорой помощи, когда она будет создана. На месте Ишимбайцев я бы очень беспокоился об экстренной медицинской помощи. Потому что, ну, понимая квалификацию наших управленцев, понимая то, с какой скоростью они делают что-нибудь, что им особенно не нужно для их собственного кармана, можно предположить, что скорая помощь в Ишимбайе появится очень нескоро. А люди продолжают болеть, и не только ковидом. Кто-то отменил инсульты, инфаркты, прочие экстренные случаи, когда человека нужно очень быстро отправить в больницу. Никто не отменял. Да и улицы Ишимбая тоже почищены не лучше, чем в Уфе. Потому скорость перемещения экстренного больного, боюсь, что теперь сводится к нулю. Ну и на полях, как говорится, замечу, что поторопились. Рано Азамата переместили в Уфу. Азамат Ишимбайский мог бы пригодиться в этой ситуации. Он бы ворвался внутрь станции скорой помощи Ишимбая, надавал бы всем по голове. И матом бы разогнал на работу, наверное, этих несчастных фельдшеров. Судя по всему, в республике Башкортостан вот эти несчастные обворованные медики, которые получают по 25-27 тысяч в месяц, могут надеяться только на суд, и то не на каждый, и на федеральные органы власти. Как бы не цинично это звучало. Но в подтверждение моих слов тот факт, что, например, врачи Туймазинской, теперь уже центральной районной больницы, только через суд смогли восстановить свое право на доплаты за работу в красной зоне. 7 месяцев упорно не выплачивали медикам Туймазинской ЦРБ вот эти несчастные 600 рублей за смену, которые положены согласно указу президента и прочим нормативным документам им выплачивать за работу в красной зоне. За работу в рискованных условиях. Ради Фаритович, я обращаюсь к вам, и к вам, Валентин Павлов. Вам не стыдно, вот вам обоим, организаторам медицины, вот этой вот экстренной медицины, за вот эти 600 рублей, которые, по сути, вы зажали у этих несчастных фельдшеров и врачей конкретной Туймазинской ЦРБ? Ведь 600 рублей, знаете, что такое 600 рублей? Это целая смена работы фельдшера в красной зоне или это всего 40 секунд содержания дорогого Ради Фаритовича? Каждые 40 секунд мы платим 600 рублей на содержание главы Республики Башкортостан. И мы не платим эти 600 рублей вот этим несчастным людям, которые работают, повторюсь, с риском для жизни, многие из которых уже умерли от этого ковида. А вы просто бессовестные люди, вы не платите вот эту копейку, на которую вы даже не обращаете внимания в своей жизни. Ну и, собственно, если уж мы упомянули господина Павлова, то, судя по всему, Валентин Павлов крепко поставил своего партнера по организации экстренной медицины, я имею в виду Ради Хабирова. Ну, во-первых, из заявленных трех тысяч студентов-медиков, которые будут брошены на помощь башкирской медицине, реально были выделены только полторы тысячи. А во-вторых, часть вот этих вот выделенных студентов, интернов, были с благодарностью возвращены из медицинских учреждений обратно по одной очень странной, необычной причине. По причине того, что они не знают языка общения врачей в республике, я имею в виду то, что эти студенты-интерны оказались иностранцами. И они не вполне могут коммуницироваться с врачами, которым некогда разбираться в акцентах или выяснять, на каком языке общаться с этим студентом-практикантом. Вот это, конечно, история очень интересная. Валентину Павлову совсем не хватило чего-то там, чтобы понять, что, ну, вот кого можно отправлять в это пекло, а кого нельзя. Ну, хотя бы по таким техническим причинам. Говорят, Хабиров был в ярости. Ситуация с протестами медиков в Башкирии, попытками этих несчастных людей добиться хоть какой-то справедливости, конечно, стала некой лакмусовой бумажкой как для жителей республики, так и для башкирских СМИ. Не все прошли эту проверку на чистоту сознания и совести. Ну, и в первую очередь я, конечно, говорю о Шамиле Валиеве, аппаратчике общественной палаты Республики Башкортостан. Судя по всему, Шамиль в последнее время имел немного возможностей сделать приятное начальству, потому Шамиль с уходом Мурзагула, видимо, почувствовал, что как-то не до конца убедительно он выглядит на этой должности. И начальство вдруг, того и гляди, начнет сомневаться в его надобности и стал искать себе повода для того, чтобы прогнуть спинку. И вот этот повод представился. Ну, собственно, желая продемонстрировать лояльность начальству и стать таким, знаете, Соловьевым башкирского разлива, через Башинформ Шамиль Валиев разразился яростной критикой в адрес врачей, которые посмели требовать то, что им положено по закону. Я процитирую дословно. Господин Валиев со страницы или там с экрана Башинформа обратился с следующими словами. «Все виды организованных протестных действий в медицинских учреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер». Конец цитаты. Ну, в лучших традициях российской пропаганды Шамиль Валиев врубил на полную мощность квазипатриотическую милитаристскую риторику. А вот на войне, а вот во время войны и так далее, и так далее. Ну, тут хочется спросить, а с кем воюет господин Валиев, получающий денежное удовольствие 200 тысяч в месяц, ну, прямо скажем, напрямую из бюджета получающий эти 200 тысяч, работая в общественной палате. На каких фронтах раненый этот Шамиль Валиев или хотя бы в каком полку служил, как говорится, а не в каком, как выясняется. Шамиль Валиев в армии не служил, он у нас военный теоретик. Ну, и как пел Высоцкий, тут хочется сказать, а винтовку ему, а послать его в бой, но вот тут есть, конечно, опасение, что ничего не получится. Если его послать в бой, то даже из окопа он, наверное, и не выкарабкается. Но это все ладно, это все патетика. Но попрекать войной и героизмом предков вообще стало, конечно, трендом, который Шамиль Валиев уловил, но, судя по всему, применил его не очень уместно и не очень вовремя. Уже очень быстро после его вот этого гневного выступления выяснилось, что ишимбайские врачи были правы вправе и вообще поступали по закону. А слова Шамиля, конечно, отлетели в сторону Хабирова. В общем-то, это крупная подлянка и крупный скандал. Если кто-то считал, что тем самым он отвлекает огонь на себя и там помогает Хабирова, на самом деле нет. Шамиль самым очевидным образом плеснул бензина в костер, потому что такие, как он и он, в частности, однозначно ассоциируются с Хабировым. Хочет или не хочет Хабиров, вся вот эта вот компания себя все время декларирует как люди Хабирова. То есть, даже если завтра Хабиров открестится от Валеева и подобных ему, они все равно будут людьми Хабирова. Это все равно будет его команда. Реакция, конечно, была необычайно острой. Судя по всему, и сам Шамиль этого не ожидал. Даже Виктория Куприянова, как говорится, до последнего килограмма своего живого веса, преданная нынешним властям, и та упрекнула Шамиля, сказав ему в комментариях, что «Шамиль, ну ты же не обязан был вот так это все делать». Вот, честно говоря, я порадовался, думаю, надо же, все-таки не все потеряно. Ну, раздаются голоса о том, что нужно упразднить и должность самого Валеева, и вообще всю общественную палату, и деньги, те многие миллионы денег, государственных денег, которые тратятся на общественную палату и ее содержание, вот эти деньги направить экстренно, напрямую, например, на дооснащение Ишимбайской скорой помощи автомобилями скорой помощи. Действительно, пару-тройку карет скорой помощи не помешали бы городу Ишимбаю, и если бы это было сделано за счет сокращения бюджета общественной палаты республики, то я точно уверен в том, что никто бы этого не заметил. Без Шамиля Валеева мы точно обойдемся, вообще, 100%. А вот без скорой помощи и дефибрилляторов в Ишимбаре точно кто-нибудь умрет от инфаркта, инсульта и еще каких-нибудь нехороших вещей. Ну, в общем, вот такая реакция, конечно, обделались по полной. Я не знаю, будет ли сделан вывод в данном случае Хабиров, вообще не любитель делать выводы, признавать свои ошибки, но здесь надо все-таки собрать волю в кулак и что-то с этим делать. Потому что вот эта вот братва, конечно, его подводят изо дня в день, постоянно снижая, без того, низкий рейтинг главы республики среди населения. Это, конечно, не может быть незамечено самим Хабировым. Помните, недавно Хабиров всех расстроил тем, что будет закрыт арочный мост через реку Белую? Ну, судя по всему, действительно неизбежное событие в том смысле, что мост действительно старый, 56-го года постройки, его нужно капитально ремонтировать, там что-то совсем подломилось. Ну, были названы сроки, суммы, то, что это важно. И, в частности, Радий Фаритович нас уверил в том, что к маю, к весне 2024 года, то есть через два года, мост будет открыт вновь к юбилею Уфы, и все мы будем, значит, тут с удовольствием ездить в Мегу, в аэропорт, в Булгаково, а Радий Фаритович с удовольствием будет ездить к себе домой туда, на эту дальнюю дачу. Отмечу. Весна 2024 года. Ну, окей. Все, конечно, расстроились, поморщились, но надо так надо. И что-то вот дернуло посмотреть, как же выглядит контракт на этот мост вообще, какие условия, сколько стоит. Любезно мне предоставили данные о том, как это все выглядит, и я, честно говоря, опешил. Государственный контракт на ремонт арочного моста в сумме на 4 миллиарда рублей с маленьким-маленьким хвостиком заключается, внимание, с 1 февраля 2022 года по 30 сентября 2025 года. Так, стоп, минуточку. А весна 2024? А 450-летие? Алло. Ладно, читаем дальше. Есть и график финансирования. По сути, 4 года работ и распределение выплат по этим работам, а, соответственно, и объем исполняемых работ распределяется очень странным, очень неравномерным следующим образом. 2022 год, вот этот год, 1% финансирования на все это выделяется. То есть это, видимо, только осмотр, проектирование и вздохи на мосту. 2023 год, 9% финансирования. Прямо скажем, совсем немного. 2024 год, тот самый год, в который все должно закончиться, по словам Хабирова, 10% финансирования. Итого, 22, 23 и 24 в сумме это 20% финансирования. Оставшиеся 80% финансирования приходится на 2025 год. У меня вопрос. Радий Фаридович, вы найдете компанию, которая за свой счет практически на 3 миллиарда рублей, если не больше, отремонтирует мост и подождет денег? Я не понимаю, как это возможно и вообще кому это нужно. А учитывая уровень доверия бизнеса и крупных компаний к тому, как организовано все в Башкортостане, я полагаю, что такого идиота найти будет крайне сложно. Ну, финансировать, если вот по этому графику, а это государственные контракты, нарушать его нельзя. Соответственно, получается, что кто-то должен либо подождать денег до 2025 года и начать основные работы. Ну, 80% работ придется на 2025 год. Либо Радий Фаридович вообще не в курсе того, как все это обстоит. Есть, конечно, еще одна версия интересная. Она такая больше из категории теории заговоров, что вот они заключают контракт до 2025 года, а работы выполнят 2024 и скажут, о, смотрите, мы какие молодцы, мы все сделали досрочно, как было с этой развязкой. Ну, тут, конечно, надо смотреть обоснованность тех заданий, обоснованность того, как выстроен график финансирования, потому что это вам не шутки, это 4 миллиарда государственных денег. И играть в такие игры с этими деньгами точно никому не позволено. В общем, конечно, надо бы разобраться, что это за контракт, почему он так прописан, и почему Хабиров уверен, что к 2024 году, к весне 2024 года, мост будет сдан, готов, и мы начнем по нему ездить. Давайте немного о веселом, потому что что-то как-то вот морочновато сегодня получается. И веселый у нас один, в республике у нас, по-моему, истинно 100% веселый только Моргенштерн. И вот с ним случилась на прошедшей неделе просто феерическая история. Полиция почему-то набережных Челнов пристально изучала творчество, имущество и внешний облик Алишера Моргенштерна. Видимо, в попытке найти какие-то компрометирующие признаки свойства или хотя бы состав преступления. И нашли, да, нашли полицейские набережных Челнов, обнаружили недопустимое изображение на самом Моргенштерне. Тщательно исследуя татуировки Алишера Моргенштерна, они обнаружили при помощи экспертов-ботаников, конечно же, и заактировали на правой груди Алишера Моргенштерна предположительно изображение каннабиса, который трактовали как пропаганду наркотиков. Хоть хватило ума там пистолет на себя не набить. Обратились в суд с требованием привлечь к ответственности гражданином Валиева, в данный момент временно проживающего в городе Дубае. Ну, хорошо, что хоть командировку не выписали себе набережные челнинские полицейские, хотя в Дубае сейчас хорошо, тепло. Я думаю, что Алишер представил бы им возможность сфотографировать, сделать экспертизу собственной правой груди. Ну, смех самого Моргенштерна был слышен без усилителей в Уфе прямо из Дубаев. Целый совет ботаников, ну, в смысле ученых, которые изучают растения, да, ботаники, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Это что получается? Вот татуировки, этой татуировке пять лет, и я пять лет через все границы мира возил наркотики? Батья контрабандист! Ладно, хоть хватило ума там пистолет на себя не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. К четвергу суд Набережных Челнов понял, что, ну, уж совсем это смешно действительно, не только самому Валиеву. В итоге, конечно, вот это требование полицейских было отклонено под благовидным предлогом, дескать, идите-ка еще поработайте. Ну, и параллельно стало известно, что сам Моргенштерн, в общем-то, по-моему, не собирается возвращаться в Россию, потому что распродал все свои активы в России, в Москве, в Уфе и везде. И, судя по всему, приобрел такую основательную недвижимость в самом Дубае. А это значит, что мы, видимо, потеряли амбассадора Уфы, как его называл Ради Фаритович. И, коль скоро мы упомянули об этом странном явлении, как амбассадор Уфы, я полагаю, что на будущее Ради Фаритовича, чтобы избежать вот таких вот щепетильных моментов и вообще вот таких вот огрешностей с этими поющими ртом людьми, пожалуй, нужно ввести некую процедуру сканирования всей поверхности потенциального амбассадора в специальной комнате 3D-сканером, значит, сканировать целиком амбассадора. Потом вызывать экспертов, анализировать, что на нем изображено, если вообще на нем что-то изображено. И, как говорится, дальше жить спокойно. А то можно вляпаться вот в такую же историю, как случилось с Моргенштерном или с этим, прости господи, Элвеном Греем. Ну и напоследок немного нам международных новостей. Мы же республика непростая, мы в международной жизни участвуем, мама не горюй. И я говорю о Казахстане. Казахский президент Такаев на днях посетил Россию, встретился и обнимался с Путиным в Кремле. Помните, как Путин с Макроном сидел за 10-метровым столом? А с Такаевым Путин прямо-таки обнимался. И потом, после Москвы, президент Казахстана Такаев отправился в Казань, к Мениханову, где тоже обнимался. В Уфу Такаев заезжать даже не планировал. И тут, конечно, прямо скажем, встают под сомнение перспективы казахско-башкортостанских отношений, о которых так много говорили. Но, как говорится, что есть, то есть. Впрочем, Радий Фаридович не унывает. Он, зная о том, что Такаев едет в Москву и Казань, уже распорядился снаряжать новую экспедицию в Казахстан. Я думаю, что численность нашей делегации возрастет человек до 300. Бюджет поездки возрастет миллионов до 50, в моем представлении. Кормить казахов будет еще более сытно. Однако, в сложившихся обстоятельствах Радий Фаридович рискует стать, дословно следуя той известной поговорке, не просто непрошенным гостям, но еще и хуже татаринам. Вот это точно. Потому что, судя по всему, господин Мениханов элегантно, легко и почти бесплатно перехватил повестку отношений с Казахстаном. Хабиров неуклюже мотался туда-сюда, возил чак-чак грузовиками, а Мениханов просто принял у себя целого президента Казахстана. Это, конечно, выглядит довольно печально. Посмотрим, как будет дальше развиваться вся эта история. Но все-таки желательно, чтобы бюджетные деньги поэкономили и не швыряли их в топку вот этих вот бессмысленных, тщеславных попыток зафиксироваться на международной арене. Я не собирался сегодня говорить про Уфимскую мэрию. Там все как-то замерло, затихло в ожидании прихода Мавлиева в кресло мэра. Но придется, потому что в самый последний момент вышла новость о том, что все-таки уже побежали с корабля. Я говорю о Марате Гайфуллине, первом заме мэра, нынешнего мэра Грекова. Так вот, первый зам Грекова Марат Гайфуллин добровольно покинул свой пост. Тут, конечно, много комментариев о том, что там, дескать, слишком пристальное внимание было Слэков к Марату. Что слишком много там чего-то он там наделал с разрешением на строительство. На самом деле все это не так. Если честно, Марат, проработавший в этой должности полгодика, вообще был никакой фигурой. Это в чиновничьих кругах называют мальчик с ручкой. Это человек, который в нужный момент подпишет важную бумагу, но если что, за нее потом ответит. Ну, за это там получает небольшое вознаграждение. Соответственно, как бы, ну, вот уход Гайфуллина, это скорее сигнал о том, что побежали с корабля, соответственно, до смены в кресле мэра у нас остается, я думаю, что неделя плюс-минус. Ну, тут опять в Нефтекамске что-то не складывается. То объявили заседание об отставке мэра, то опять его отменили, это заседание. Ну, качается, как обычно, у хабировских они, до конца не проработав вопрос, начинают уже хлопать в ладоши, прыгать и пускать салюты. Ну, подождем, я думаю, что в течение 10 ближайших дней УФА получит нового мэра. Завтра, 13 февраля, 52-й стрим «Открытой политики». Всех приглашаю лично пообщаться в стриме. Если вы не успеваете, не можете или не хотите, можете присылать вопросы в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео. Если вы не можете завтра подключиться очно и задать эти вопросы в чате, можете писать вопросы в комментариях. Вот к сегодняшнему этому видео в комментариях это самый простой путь попасться на глаза. Буду рад видеть всех. В прошлый раз мы поставили очередной реконд посещаемости. Давайте в этот раз не ударим грязь лицом, все подключимся. Я хочу, чтобы в этот раз количество людей онлайн превысило тысячу человек. Ну, и мы поставим такой рекорд. Также я прошу вас не забывать про лайки, подписки и донаты. Я, честно говоря, тут немножко проанализировал статистику и пришел к удивительному выводу. Только 10% тех, кто посмотрел наши ролики, ставят лайки. То есть просто нажимают вот на этот пальчик вверх. Бесплатное 1 секунду движения. При этом поддержка наших видео по статистике 98%. То есть я бы понимал, если бы 90% были недовольны нашим видео и поставили 10% лайков, ну да, окей. Но 98% тех, кто посмотрел, поддерживают наше видео и им довольны. Ну, не ленитесь, поставьте лайк. Ну, также про тех, кто стал нашими спонсорами. Это тоже удивительная цифра. При таком уровне поддержки только 1% являются нашими спонсорами. Но тут я не могу никого ни в чем упрекать. С деньгами сейчас у всех сложно. Потому каждый помогает ровно так, как может. Ну, в общем, вот что хотел, сказал. Мы всегда благодарны за любую поддержку. Материальную, нематериальную. Любой лайк для нас радость. И это действительно помощь. Помощь в продвижении канала. И помощь в том, чтобы канал и наши выпуски увидели как можно большее количество людей. Любой лайк для нас радость.